Милость Аллаха к Абу Ваилю Факиху Куфы. Говорит Хафиз Аз-Захаби в книге Ассия. Абу Ваил Аляссати, большой имам Факиху Куфы. Он учился у Умара, Усмана, Али, Аммара, Муаза, Абдуллаха ибн Мас'уда, Аиша, Абу Хурейры. И упомянул ряд других сподвижников и говорит Аз-Захаби. И было сказано, что он даже учился у Абу Бакара Ассиддыка. Абу Мусе Анашари, Абу Тарды, Хузейфа, Аиша, Усамы ибн Зейда, Абу Хурейры и других. Говорит Аз-Захаби, он застал время пророка, но не увидел пророка. То есть это категория очень старых дабиинов. Они родились во время пророка, застали это время, но не увидели пророка. Мухадрам это называется. Вот такой он был. То есть вот смотрите, какой букет сподвижников он собрал в свои учителя. Этот великий покоих людей куфы. То есть мало у кого из табиинов есть вот такой букет. Такое созвездие учителей. Затем Аз-Захаби упоминается с надом от Абу Вайля. Что он сказал? Когда я был юношей, пришел к нам сборщик закята от пророка. И я принес ему барана, и он сказал мне, в этом нет закята. В этом нет закята. И передал также Аз-Захаби Ад-Абу Вайля, что он сказал. Я застал время пророка, и я был в то время безбородом юношей, но я не увидел посланника Аллаха. Затем Аз-Захаби упоминает, что Аля Амаш, другой табиин, который младше намного, говорит. Сказал мне Абу Вайля, о Сулейман, если бы ты видел меня в тот день, когда в день сражения Халида с Тулейхой, когда мы убегали от Халида и Милвалида, я упал с верблюда и почти сломал себе шею. И если бы я умер тогда, то меня бы ждал огонь. Он комментирует это Аз-Захаби и говорит, очевидно из-за этого, что он был муртаддом, Муаэль был муртаддом. Ведь он сначала, то есть приходится, что он пошел отдавать закят, то есть в числе мусульман, которые платят закят. Затем же он убегал от Халида и Милвалида. Однако, говорит Аз-Захаби Аллах, и на это указывают его слова, если бы я умер тогда, меня ждал бы огонь. Однако, говорит Аз-Захаби, Аллах проявил заботу к Абуаэлю, Аллах проявил заботу к Абуаэлю. И вот это вот одно неудачное падение с верблюда, оно отделило жизнь Абуаэля. То есть, это, так сказать, поворот судьбы, да, был, и что если бы он повернул чуть, упал бы там по-другому немножко, посильнее чуть-чуть. Он бы умер, и никто бы не знал, кто это, какой-то юноша Муртад безымянный, которому ему 21 год тогда был. Но Аллах смилостивился над ним, сжалился над ним. И Абуаэль выжил, и уцелел, и покаялся, и стал изучать ислам, учиться у величайших сподвижников Абу Бакра, Умара, Усмана Али, и остальных великих покыхов-сподвижников, и кем он стал господином людей, куфы в здании и делах, как называют его Азахаби, и приводят это от его современников. Две можно извлечь мудрости из этой истории. Первое, то, что все принадлежит Аллаху. И если Аллах проявит милость к нам, то никто не сможет нам навредить, никто не сможет нам все испортить. А если же Аллах пожелает нас опозорить и унизить, то ничем никто нам не поможет. Никто нам не поможет. И никакие причины, которые мы принимаем, чтобы возвыситься, чтобы еще что-то, то есть ничего из этого нас не спасет и не поможет. Однако одно событие, автокатастрофа, кирпич упал на голову, который Аллах предопределил, и все, и ты умер, и ты умер на том, на чем ты был. Вторая мудрость, то, что никогда не поздно покаяться, никогда не поздно одуматься. Тому, кто отступил от ислама, например, по причине какого-то шубухата, который он услышал, или по причине своих страстей, никогда до самой смерти двери таубы открыты. И Аллах принимает покаяние. И никогда не поздно вернуться, никогда не поздно одуматься, никогда не поздно начать все сначала, пока ты в этой дуне. И даже ты можешь, помимо того, что вернешься в ислам, или вернешься к сунне, ты даже можешь добиться успехов. И пример обували, это какой пример? То есть это один из самых больших факых автобиинов. А был он кем? Был 21-летним муртадом, который сражался с Хальдом Навалидом и позорно от него убегал. Барак Илауфик.